Изменения пользованием квадроциклом и снегоходом диктуют новый федеральный закон. Он вступил в силу с 29 декабря прошлого года. Управлять таким транспортом могут обладатели водительских удостоверений с категориями А, Б, С и Д. Уже без прав тракториста-машиниста, как раньше. У мотоциклистов каких-либо ограничений нет, а вот у водителей автомобилей, грузовиков и автобусов есть. Водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории Б, С и Д, подтверждают также право на управление самоходными машинами категории А1 в случае и при соблюдении условий, установленных частью 2.2 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2021 года номер 297 ФЗ о самоходных машинах и других видах техники. Такие водители перед использованием квадроциклов и снегоходов должны будут составить договор аренды. Обязательное условие – инструктаж по управлению техникой, а также обеспечение ее безопасной эксплуатации. Ведь водители транспорта с автомобильной посадкой и рулем не имеют навыков вождения транспорта с мотоциклетной посадкой. Бывают разные дорожные условия, где-то бывает застрянешь и приходится слазить с техники в снег. Константин – инструктор самоходных машин. 7 лет практики. У него и удостоверение тракториста-машиниста, и водительские права категории А, Б, С и других. Удостоверение мастера производственного обучения по подготовке водителей транспортных средств. Но профессионал уверен, какие бы ни были документы на руках и опыт за плечами, всегда нужно уделять особое внимание и вопросу безопасности. Перед выездом в первую очередь подбирает экипировку – шлем и подшлемник, штаны, ботинки, перчатки. Проверяет, все ли в порядке с техникой. Но и в пути нужно быть бдительным. На снегаходе можно разогнаться и до 200 км в час, но мы выбираем среднюю безопасную скорость – 20 км в час. Но кем бы ты ни был – водителем или пассажиром, и какая бы скорость ни была, нужно быть всегда внимательным. Константин, есть ли какие-то опасности сейчас? Сейчас в данный момент у нас опасности такие виражи, соответственно, правильно еще раз выбираем скорость и двигаемся, чтобы, соответственно, было максимально безопасно. Именно неправильная скорость, несоблюдение дистанции зачастую приводит к ЧП, говорит Константин. И в этом году уже был такой случай. Заехали лыжи, и, соответственно, лыжа сломалась, и все, и техника, соответственно, встала. То есть пришлось эвакуировать. Уже в январе этого года в Оренбурге два раза сотрудники МЧС спасали управляющих снегоходами. В Варкинском районе мужчина потерял ориентир вечером. Транспорт вышел из строя. Во втором случае в Минногорском городском округе техника перевернулась. Еще одно правило – нужно выбирать правильную погоду, следить за прогнозом. Не рекомендуют выезжать на квадроциклах и снегоходах в сильные морозы. Риски увеличиваются кратно. Сегодня погода, можно сказать, подыграла. Минус 13 градусов, солнечно, нет осадков ветра и тумана. С собой же необходимо брать горячий чай, средства связи, теплую одежду и то, что необходимо для техники. И всегда помните о правилах, говорят специалисты. Нарушителям новых правил грозит лишение прав до 6 месяцев или штраф от 500 до 1000 рублей. Елена Геремина, Семен Воробьев, Новости дня.